Утерянное произведение Бетховена В 1999 году Экспертам Университета Манчестера во главе с профессором музыки Дэвидом Фаннингом Стоило больших усилий восстановить по оставшимся наброскам изначальный вариант отрывка Версию сочинения, которая попала в руки князя Лобковица, так и не удалось обнаружить Она считается утерянной Но, как известно, Бетховен делал множество набросков Как раз из этих зарисовок, порой очень коротких или написанных только для одного инструмента Барри Купер сумел воссоздать очень правдоподобную версию полученного Лобковицем произведения Невозможно судить о точности реставрированного отрывка Но при таком малом объеме исходного материала это наиболее близкая к оригиналу версия Ведь зачастую в распоряжении специалистов были только партитуры для инструментов высокого регистра Музыкантам, которые удостоились права первого исполнения, доставило огромное удовольствие оживить утраченный шедевр Очевидно, мы присутствуем при открытии фантастического музыкального произведения Бетховен — гениальный композитор Каждый такт его музыки — это что-то необыкновенное К тому же эта версия на тот момент была окончательной Уже потом автор решил ее переделать Бетховен укоротил изначальный вариант на три минуты И заменил бурную центральную часть более спокойной Но, судя по тому, как публика восприняла восстановленную оригинальную версию Возможно, она имела бы такой же успех, как и вторая редакция великого мастера АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ